Конечно, потому что мы однокурсники, мы 20 лет друг друга знаем. Потому что мы старые, не думаю, что мы добрые, но старые это уже точно. 20 лет мы знакомы, мы разговариваем на птичьем языке друг с другом. Доставь королю предложенные письма, поспеши ко мне, как бы ты везла от смерти. Я тебе скажу, а на ухо, несколько слов, от которых я был аниме, хотя им далеко от зрителей. Костя много и успешно работает давно уже не в сериалах, у меня роман с кино не складывается. Почему вы посадите? Может быть, время не пришло еще? Не знаю, я в этом смысле фаталист. Я принимаюсь за любую работу, с радостью. А рассуждать о том, что не случилось и почему, я думаю, что это непродуктивно. Надо просто работать, это все. Довольны своей роли? Ну, доволен бывает, как правило, только идиот. Нельзя сказать, что я доволен. Это сложный спектакль, сложная роль. Он может в один вечер получиться, в другой вечер не получиться. Это живой процесс. Поэтому быть довольным, это значит успокоиться и ничего не делать. А это не тот материал, где можно успокаиваться. Удар, удар, удар всерьез. Разобновим. Удар не отрицает. Сын наш побеждает. Дай, Гамлет, оботру тебе лицо. Вот мой платок, ты так разгорячился. О, матушка. А ну теперь, ударю я, посмотрим. Оба мимо. Дай, Гамлета, оботру лицо тебе от пот. Так вот, жива. Михаил, а вы вообще мечтали сыграть Гамлета? Нет, нет, нет. Это заблуждение, журвалистское клише, мне кажется. Любой артист мечтает сыграть Гамлеты. Во-первых, это очень сложная роль. Даже если взять пьесу и посмотреть на гору текста, который приходит, и гору смыслов, прежде всего, которые приходится осваивать в связи с этим, то становится дурно, в хорошем смысле этого слова. А как вы относитесь к тому, что в бутусовском Гамлете главную роль все-таки играет Клавдий, а не ваш персонаж? Гамлет вообще, это история противостояния. Гамлет не такой простой паренек, как мы. Мы не романтизируем его. И на самом деле, если разбираться, то это завистливый, желчный, своенравный человек. Не самые хорошие качества я сейчас на человеческие обозначил. Мстительный, злопамятный. Другой вопрос, куда его эти качества привели, к какому реальному уже сумасшествию и к какой трагедии. Поэтому Гамлет и Клавдий это черное и белое в этом смысле. И они в нашем спектакле иногда меняются. Полярность меняется у того иного персонажа. Извечный шекспировский вопрос, быть или не быть, часто в вашей жизни стоит перед вами? Я бы не хотел отвечать на этот вопрос. Потому что он... Это такая... Вы сейчас забираетесь немножко в личное... Это очень серьезный вопрос. о котором я думаю, но не знаю, должен ли я это озвучивать. Присаживайтесь, пожалуйста. Ну что ж, анализ у вас замечательный, поэтому есть все основания полагать, что ребенок будет абсолютно здоров. Но в вашем случае необходимо сделать генетический скрининг. Михаил, а были в вашей творческой биографии такие режиссеры, с которыми хотелось бы еще поработать? У меня случилось в моей жизни, случилось чудо. Я на определенном этапе заменил Женю Миронова в спектакль «Вишневый сад» у Эймонта Санекрошиса. И, пожалуй, на сегодняшний день это... это единственный, наверное, человек, с которым хотелось бы поработать еще. Он меня завораживает во всех смыслах, если говорить о театре. В кино ситуация грустная, поэтому не будем о ней говорить. В среде театралов сейчас активно обсуждают смену главного режиссера в театре Ленсовета и приглашение на эту должность Юрия Бутусова. У вас не возникало мысли вернуться в родной театр? Нет, потому что в одну и ту же реку нельзя войти дважды. Я очень благодарен этому театру, этому коллективу, который нас принял в свое время и где мы очень успешно стартанули. Это была школа серьезная для нас. Ух ты! Девушка, вы стюардесса? Девушка, у вас должны быть какие-то сосалки с собой. Что, до своей не дотягиваешься? Че? Работы Трухина в кино можно сосчитать по пальцам. Одна из последних – бандит Стасик в боевике ДНД, где он едва ли не впервые играет исключительно отрицательного персонажа. Раскрыть новую грань помог друг и коллега по мхатовской сцене Михаил Пореченков. В ближайшее время Михаил Трухин порадует нас двумя новыми картинами. Только что закончил съемки в картине «Чужие крылья». Это история о Великой Отечественной войне. Эфир, по-моему, будет 9 мая на НТВ. Такая шестисерийная история. Это вот из ближайшего. К Новому году подойдет новогодняя картина для Первого канала.